ну вот съездили теперь думаю может какие-то отзывы будут с епархии то тем более священник то тот отец олег то им даст знать что побыли вот я думаю как другие то священники которым тоже до нового указания начинать то они начали он первый досунулся так он и говорит у него это в дальнем углу там куда он даже доехать не может вот туда бы съездить туда мы никак мы только по районным центром нам за просто не времени такую дали ехать 300 километров это молотить лишь держит этот ролик где патриарх говорит о благовестии его чего ролика а там не ролика я текст я сам ролик то и не видал говорит что где-то есть видео такое что он говорит о благовестии я не знаю не видал может и есть где но теперь то мы нашли что выпустили выпустили вырезали из его речи это я это вот на новом каком-то совещании там кураев был и он это сказал вот есть такой фильм а из искупления они его не любишь он обратился то он и спрашивает а как отец вот есть такой фильм а из искупления они его не любишь она обратился то он и спрашивает а как отец мы даже щит по заповеди чтятся два брата пришли за ним недовольны руки не подают отец сказал а этого нету отец патриарх святейший отец а сказал не так и пожалуйста начинает язык подрезать это уже совсем плохо я вчера смотрел как на украине там почти целый день разные ролики гляделы далеко они уже зашли не готовит весне армию новую да это сейчас вчера посмотрела первый раз видел там по объезжает одна машина с таким купили в америка сейчас помогла им и она эта машина когда они а тут у они на пост выехал корреспондент русские у поправили и обеседовали подобрали хорошего украинского офицера и он так разговаривал нормально все и все это обсуждается где там кто когда между собой разные столы они там разговаривают украинцы русские это и вот машина показывает едет и у нее там какая-то установка новая она мгновенно засекает откуда был выстрел вот эти установили пушки там и стреляют там она ровно через две минуты накрывает то место с абсолютной точностью был бы неверующий теперь бы мароковал как там проклята америка когда знаешь что все это уже расписано у бога и еще больше не сейчас дело только ты свое говори можешь говорить твой на настрой твой делать ты можешь но общий план уже никому не изменить будет царство на всем миром иначе ну как не изменить его с одной женщиной разговаривал она такой вопрос задает но если сейчас все люди выйдут на колени станут и руки к небу и покаяться конечно господь это отменится я давно это слышал а вот если бы все люди вышли стали на колени и стали молиться ну было бы так что написано вот 7 ангелов трубы и как поздно посылает смерть там от сзади бледный конь можно было изменить чтобы господь мирно пришел забрал церковь ну на на бумаге то это мы можем нарисовать но этого не будет наоборот плевелы созревают они все более злые все более коварные теоретически до меняется но ничего не изменится не небе бог сказал будет разрушена они покаялись но на 120 лет бог от отбил но все равно ее опрокинул и все бог сказал и это непременно сбудется но только маленько дальше а тут мы знаем что должен прийти антихрист один еврей из колена данного и он будет над всем миром до еврея да я ничего не сделать но может чтобы не было иерусалимского храма а вот так мира не будет этого не будет и никто на колени сорвать не будет один вопрос куда мусульмане денутся два миллиарда а похоже потому что все подойти христа подойдут там уже все для этого готова кровь льется коварствует до усталости как написано вот куда все денется это непременно будет и три с половиной года можно сделать так чтобы было два месяца не будет времени времена полвремени это уже занаряжена общая структура проецируется на землю от бога и не и это мы можем только ну господи продли еще мирное время еще придут все эти майданы все запрограммировано читаем третье езды это книга пророка даниила матфея 24 луки 21 главы все и будут слухи и будут издыхать от страха все это есть и откровение по тем частям как идут ангелы проливают чаши гнева все так и будет вы говорите два с половиной миллиарда мусульман а полтора миллиарда и индусов а два миллиарда китайцев посмотрите я с одним индусом на днях разговаривал вот и он мне рассказывал какая у них вера понимаете в общем у них верят и в христа верят у них более так не католическая церковь там преобладает христианство там нету вот и у них вера такая языческая там они верят ничему они там не верят они не каются не можно сказать так же исправляют вот эти свои похороны сжигают на кострах опрах развеивают там по речке пускают ну куда и куда их девать два миллиарда а ведь и а в китае и тому подобную пачки голую вообще отрезают говорит там и жгут и чуть появляются христиане их уничтожают сразу ну иди какой лозунг накорми больше ничего нету кто идет к ним в гости мешок рисушат на плече неос я их много смотрел и у них больше ничего нету у них туалет интересно не под землю а просто вот как у нас бывает бордюры канавка ты по канавке все это эксперименты все это течет зловоние такое и сегодня все больше ничего нет они плодятся как мыши они когда определяют откуда цыгане появились и говорят извините очень похоже а китай китай работает китай вообще никакого бога нету но всему придет момент и весь мир и всякому колену народу племени поставит этот чип и примут его будет настолько невыносимая обстановка это ефрем сири написывает наступит утро и люди не могут издыхать только гузы ой господи ну когда же вечер будет а день то какой то не дождешься хоть быть вас крыло вечер наступит и сна ничего нету как эта темная ночь была в египте когда перед выходом да когда утро то наступит вот какое будет издыхать маги то хапает дождь то есть обнимет и падут обе и люди будут везде валяться урожай то не будет и китай куда денется ну ничего не будет они друг друга поедят и та же индия ну и что очень просто даже бог закроет небо и облака несутся как внузанные кони земля как железо небо как медь а ты прям сирин все это в слове описывает а можно изменить нельзя или я будут здесь только по слову моему бог изменит положение и он от края до края они будут почему весь народ будет радоваться когда их убьют и бросят тела на улицах иерусалима поздравлительные подарки будут друг другу а они живы а как понимаете что для избранных господь сократить то время как господь сократить как вы понимаете это так что судя по делам надо бы лет 50 вот этот мор чтобы вымерли все как мошкара а господь сохрани сократит до трех с половиной лет все 42 месяца 42 месяца война отечественная была больше дольше и сократит господь то есть бог назначил по делам большой срок а сократится вот до этого может быть это всего процентов 5 от назначенного срока а некоторые понимают что начнет земля быстрее крутится и день-ночь день-ночь ускориться время само по себе от выдумка ничего не ускорится господь сказал как было день и ночь в самом начале так будет до кончины мира зима-лето нигде этого нет у них лампадки теперь измеряет быстрее выгорать стало то быстрее стало выгорать чище масло стало и весь ответ есть часы такие я слышал урановые какие они там за две тысячи лет погрешность на одну десятую кажется секунды и все равно определили что а где по каким часам сверяет а по которым бы господь дал для определения времени луна и звезды по ним определяет даже урановые часы тут видите не по часам определение а по мироощущению то есть для человека ощущать он будет что время быстрее то есть вы не видите как быстро проходит день хорошо я отвечу вот вы лежите недвижимые вам день длинный кажется пролетает за один час не получилось у меня это я когда в камере сидел и говорю все смотрите как вот у нас тут я вернусь сейчас к этому но и у нас забот теперь нету и там все делается все отвечают согласно а кроме того то мы здесь сохранены у нас ни вещи не своруют а дома то тут решетки но если гнать и охота домой то я думаю не прошел этот номер у меня так и здесь когда человек болеет ну ладно там ты крепкий такой говорится сильный а другой то понимает он болит ой-ой-ой и каждую минуту и что ты стонешь полчаса не прошло как полчаса ну по времени посмотреть и вот люди будут так издыхать страдать и время это покажется длинным не коротким потому что всюду ужасы привидение сатана разрезан будет мы это не знаем что такое на три с половиной года будет развязано тысячелетие царство кончится и вот здесь это и покажется а где это известно при мудрости соломона написано израиль почивал спокойно а для всего мира наступила непроглядная ночь как ад и написано падает камень сверху им кажется крушится вся вселенная ветер свистит им кажется семиглавый змей какой-то свистит вот как будут ужасы и страхи привидение в этом и стоит понимать для избранных сокращений и что избраны для избранных быстро будет это время проходить казаться им будет так вот избранная конечно речь идет тех которые избраны богом они антихристом избранная это верующие для них время точно также будет идти и ожидания и страхи будут и где-то они будут кто-то в ущелье кто-то в тайге за красноярском потеряевки кто где спрячутся время точно также будет идти но ожидания вот этого придут арестуют найдут а этот человек что увидел меня не видел дым был или не был когда-то пить это время будет растягивать три с половиной года покажется не за три с половиной побольше я вот я вот об этом и говорю я вот лежу 12 лет понимаете для меня кажется это вот только в прошлом году было понимаете а уже пролетело 12 лет оба ощущение для меня это вообще ничто да так то так а вот нас где тормозили на таможне не в туалет сходить не напиться жара 35 градусов стоят в очереди очередь километровая не движется 10 12 часов ох и долго все так и 12 а когда вот разные люди смотрят дома там где-то играют вышел пообедал эти 12 часов промелькнет как минута почему он занят заняты и особенно глупостями а человек когда на увлеченной работе у тоже время не замещает он увлечен этой работы у меня на работе я любил это дело то а какая работа плоти заходит сторож а вы еще домой не идете когда мы так уже время я без перекуров работал утром как врубился до обеда после обеда до вечера я время вообще не замещал ни одного перекура нет почему я люблю мою работу я поэтому определяю когда увлечен чем-то делаешь время летит быстро когда нудно и ничем не занятый человек он томится представь как стоят в очереди когда к начальнику много народа или в очереди в больнице и люди стоят мыкаются да сколько ждать то можно а всего ничего то может быть час прошел это надо смотреть по обстановке и по нашей жизни ничего не изменится нет антихриста говорится не будет третьего глаза во лбу а вот сейчас показывают вот вы вчера который ролик то там поставили вот как это будет свяжение как будет все на учете где бы ты не говорил но давайте маленько с той стороны посмотрим то я специально разбирал я не верю во христа но я люблю землю который бог создал она перенаселена переполняется ненужные даки что попало делать преступников не найдешь как под контроль поставить такая глобальная задача постепенно постепенно они подтягивают к этому вот и на милиции в норвегии как отнимают детей он ребенок еще в утробе он уже государственное имущество она не имеет права не на когда отнимают и все притом навсегда а почему дальше то не говорят почему она по площади она больше германии всего 6 миллионов и они ищут людей каких людей а для чего мальчики нужны для чего девочки непонятно которых изъяли они 110 кажется самоубийств это они о детях так заботятся вчера только я прослушал которые нарвежьте там об этом бесед 110 человек покончили жизнь самоубийством там изнасилованы в 10-13 лет это главное там которые живут то вот когда случилось таиланде там миллион 200 тысяч погибло от цунами то патриарх алексей 2 ридигерта и говорил об этом то самое развратники там собрались и они поэтому детей везде отбирают себе игрушки дальше то надо договаривать они провели это закон главный закон и все теперь подряд детей отнимают у одной отнять она его схватила ребенка они успели она заскочила в бразильское посольство они требуют а она как раз гражданка бразилии но вышла замуж за норвежца то а вот показывает отца он сидит плащет говорят в год дают свидание ничего этого нет это обман я детей не вижу совсем один раз и под контролем двое рядом смотрит чтобы лишний раз не поцеловал а за что изъяли у нее ты за что-то изъяли да я говорит неправильно поступил а почему ребенка ягод накормила не тем что продается в магазинах не тем что производит норвегия знакомая бразильская там пришла и национальное блюдо дала она ребенка покормила и ребенка отнять уже явно дело что а почему еврейских то детей не отнимают а потому что то они все придумали а с их стороны если рассуждать но и правильно еще еще делать если многих вы не воспитываете царство небеса не войдут сихта стороны я не сохрани бог оправдывать тут одного русская дубина чтобы гвоздала пока мозги не вылетят но это должно было быть им нужен новый тип человек вот они его и воспитывает и орудует только так понимать надо с той стороны смотреть и масоны и комитет 300 это люди которые заботятся об устройстве жизни на земле это понятно это их забота существует два типа общества есть люди боящиеся бога а есть люди не знающие бога нам туда ваших дел какие дела вы там себе изобретайте и своих людей там чипируйте об нам не лезьте и все я представляю что идет собрание масонов там комитет 300 и они бы решили из барнаула меня туда выдернуть но если бы это было 53 года назад я был бы достоин того я вполне мог к ним присоединиться но я уже бога верил уже бы я не пошел даже тогда тем более сейчас я понимаю это убийцы это люди приготовленные для вечного мучения но с позиции сохранения земля планета и знаю что жизни нигде больше нету и ресурсы в ней не прибавляется только убавляется зачем эти люди которые никакой пользы не делают и поэтому поставлена задача истребить они не хотят рожать а если вас рожает пьянь одна проституция и прочая наркомания зачем этот народ и они с той стороны когда сидят лобасты это они об этом говорят и думают вы знаете я я думаю немного по-другому я думаю они реально оценивают всю обстановку и ситуацию и они реально общаются с сатаной вот я думаю на высшем уровне на самых высших уровнях они реально понимают что они делают я вот так думаю но с их позиции как они понимают вот я знаю протоколы масонских мудрецов и о чем комитет 300 джон колеман об этом пишет а вот с той позиции я смотрю они делают все правильно это люди мудрые они заботятся убрать лишнее землю освободить оставить вот столько-то золотой миллиард а там потом еще уменьшат правильно все делают и сказать неправильно самые умные люди но надо думать и потом масоны кто были все ученые и все писатели и все правители и один кто не почтил их вниманием был джон фит зажал кеннеди это единственное еще с ним было и все с их позиции повторяю версии в позиции и мусульман можно понять их позиции чё дадите взамен того что мы даем ничего масоны на высших там уровнях они напрямую общаются и поклоняются антихристу напрямую да 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 и они они но я имею ввиду на высших уровнях масоны вот и они прекрасно оценивают всю ситуацию вот они это прекрасно понимают для чего это происходит во первых нужно извести христиан вот а из остальных сделать покорное общество тут же что там говорить все все прекрасно понимают как это сказал смирнов дураков будет нет уже дураков нету сейчас такие объемы информации доступны что любой человек может узнать что к чему хотя сказано что немногие будут видеть что происходит узнавать истину немногие смогут но это в плане дали написано это немногие догадается что это делается вот и я говорю с их позиции я просто поэтому я никогда не масонов там не поносить не ругать не комитета это ничего не это во-первых не даст ничего во вторых все уже давным-давно захвачено и они постепенно подводят тому чтобы полный контроль был но как не убийцу найти ничего маленький ребенок уже там у него отпечатки все снимают но и правильно кому все равно но мы хотим порядок в доме иметь чтобы был старший и было руководство и все ходили но не устроишь в одном доме то не можем девка хвост на стороны пошла куда хочет все а здесь делать все будут по одной ходить и продать не купить все с карточки закроют один момент как он вчера то вы свой ролик выставили ты тут наручники на него и все и кончилось и правильно правильно с позиции что нет бога и бога нет они говорят а вот сейчас номер идентификации этой и какой он номер и вот понимаете осудила еще он что у гитлера там только номер был да гитлер это претечь антихриста и гулаг это претечь антихриста но он-то делал все правильно гитлер по вашим-то меркам но не вписался на повороте скинули вот и все он масон был он в этом было не общество называлась секция его фули или тули так и так произносят тоже масон а почему нет потому что масоны это третий этап только это всего лишь прихожая а над масонами есть еще те которые ждут маша х а у них то все знает там тоже не знаю там только три человека до конца знает план вот и все и оттуда идет а 3 а третьем там дьявол дает полную программу потому только знаем говорим а что вы делаете для того чтобы этого не было то нельзя делать почему игнатия причине нам и сказал не покусить немощной рукой остановить этот поток тебя просто смоет сметет вот этот поток а я сделаю так чтобы масонов не было ну дурак ты все притом полновесные неисправимый он исправит или ты заботиться себе спасая спасай свою душу это для тебя довольно где можешь говори а придет время говорит блажен который не будет говорить еще и будет молчание на полчаса вот это молчание будет откровение нам приоткрыла немного завесу меня например те события ни грамма не тревожит меня тревожит а то то как я перед богом выгляжу как я подойду к причастию готов я или не готов откуда мои болячки будут ищем я предстану притом каждый день до мало день сейчас считай последним и вовек не согрешишь размахивать это не надо зря потому что еще не знаю что будет а то года я бы доврезал его сиди дома пока не размазали по стенке я бы не давлены и не сжатые и жареные молись бога если господь даст испытания моли бога заранее что перенести перетерпеть и выстоять не бояться не смело еще еще туда говорить смысл нет никакого потому что примут начертание все как говорится ну не то что большинство а буквально все примут потому что эти как то они примут их убивать сразу вот и чё тут лишний лишний раз он давать смысла нету вот тоже люди будут поставлены в такие условия что нельзя будет не принять его но не постепенно и подводят к этому полигон главного них это америка они там пробуют и вот это вся скандинавия вот это подойдет и опрокинуть я вчера только задумался набоков владимир то написал эту лолиту то долго не принимали в америке считали порнографическая потом такой успех все-таки поставили там фильму и проще кто артист очень похоже что из норвегии где-то оттуда кое-как нашли ее а почему оттуда да самая развратная возьми как в голландии официально все разрешено продают наркотики наркоманам бесплатно разъезжает медицинская машина раздает наркотики мужеложество официально венчают ну и дальше то что где этот конец будет вот они оттуда и набирают она уже с детства этим пропитана там одноравственности никакой речи не может быть я вчера долго искал и автора найти кто сценарист так и не нашел но краем уха когда-то слышал 2500 было претендентов на эту роль развратница это малолетки нимфетки то ну похоже тут не меньше двадцатилетию поставили а по книге то набоков на 14-летний а ему 40 лет вот откуда и это пользуется роман таким успехом люди как-то к этому готовы но самое трудно это будет впереди что самая легкая смерть потопить попернулся и подавился и и в ко дну а вот самая тяжелая смерть голод самая длительная как организм рассасывается златоузга вот от антихристи приготовил не продать не купить еще голодомор то был это все этапы подготовка в лагерях везде томили мы должны пошире взглянуть немного для этого пост мы можем тренировать свое тело чтобы мы по минимуму вообще питались вот подготовить к этому времени себе можно так минуточку сейчас слава и тусу хрису нет а чё мы молимся все александр и людьми на то которых козловы помилят отняли детей ты вот сейчас концу срок идет их подвинули ближе с Америки не звонил этот кушнащук николай иванович что все молились за них или их выселять будет америка 7 ребятишек отняли меньшему кажется две недели было все отняли благословенная Америка в кавычках отошел просили молиться ужас какой по всему миру изымают русских детей на то они так и всех изымают которые верующие то и по уфра во франции там уже речь идет о сотнях тысяч во франции немцев это не только русские но особенно за русскими особый присмотр ни одного мусульмана мусульманина пока не тронули нигде этого нету почему потому что это будет такой взрыв который сметет и Францию и Германию вот и все я например с их стороны понимаю что готовят нового общества воспитание какого нет они будут делать мамлюков своих из них как у христиан детей-то брали натравляли против выращивали тоже объяснимо надо принять это как есть когда носи теперь видя как отбирает норвежский говорит вообще замуж я выходить не буду один мальчик интересно 13-летний был изъятый то и он сбежал сбежал и как-то через польшу шел то интересно вот этот я давыд фильм то как раз и говорит когда он бежал из гулага и на юг через италию и швейцарию и дошел там до дания я видел его мы детям показываю кошмар это стыдно об этом даже и думать и говорить что там творец детьми с этими бедными я вот иной раз себе лежу и думаю я не пойму то ли я живу то ли я в сказке в какой-то такой с человеческой точки зрения что происходит в мире что вообще творится может мы спимся я не знаю и завтра проснемся научат всех одной ногой вместе шагать вот они и придут огромная задача делали это при сталине это все из колхоза не выйдешь все на праздник у гитлера с другой стороны это все проба идет то и другое было из одного мешка вот и все а с мусульманами там очень просто подойдут на печати поставить шейхи первые подклонятся а они видно что не обремененный интеллектом живо примут и все гуманитарное нету остальное заморили перерубят все доступы это кажется только ой а их много там что а что много то ну много там еще бабки там пойдут куда все идет по разнарядке надо думать только об одном как прославить господа за все его чудной милости что нам это все открыл и меня это совершенно не касается вся вселенная во мне я ни за кого отвечать не буду но сказать сказать можно молчание бог предается белорит нужно да конечно мы и говорим с вами я вчера выставил материал у себя у нас 21 декабря вот этого вот месяца будет ровно два года и у нас но у нас и старая была я думаю как же раньше то ролики выставляли они мне на ю тубе стоят там под 1500 или 1300 стоит вот и здесь у нас выставлен 2289 за два года получилось в круговую вот ровно по три ролика каждый день но это и со старых тогда массово пришли за два года ну и помаленьку подходят смотрят вот это вот благовестия вот вы все тут ослепили сделали спаси христос вот мы тоже должны как-то отметить будем это 21 для нас это ну важная единица а главное кто побудил ты к этому каналу то первое слово канал для нас произнесла самир от агеева она отец игнатий вам надо свой канал заводить а счет такое я знаю канал по которому корабли проходит каналы ну канал бывает и нехороший на вот этот она дальше тут михаил каймаев приехал а тут уже дальше тоже когда пошло и поехала но да за два года 2289 а теперь уже тысячи доскот вот будет 2300 ну кто-то чего-то находит новые люди появляются отзывы какие это не так уж и хорошо что такое количество потому что найти что-то сложно очень лучше бы 100 было роликов нового как говорится они такие насыщенные были но они насыщенные но быстро отодвигаются найдут придет время поделят по частям там один ролик есть такой популярный недавно он перевалил за посещаемость 2 миллиарда 2 миллиарда не миллиона и кто-то корейская песенка какая-то корейская песенка я это все вчера разобрался тоже сидел полдня на этом задал вопрос сколько всего а всего там кажется 140 что ли миллионов видеороликов на ютубе и до него какие предшественники были как объединялись и я все выставил на форуме это но и про себя сказал что мы тут есть найдут кому надо а попробуй найди среди такого множества заряжает и находят у меня выходят на такие ролики давнишние на невзорова где мы беседовали и скидывают почти каждый день издалека яша там плащет давно-давно мне то люди все еще плачет вместе с яшей яша нужно вот столько на плакать и тогда я пора проверю сколько на начинай плакать сейчас посмотрим что-то ни одной слезинки нету как же так то надо я говорю хотя бы на пальчик на плащет как-то за меня и за петрония давай еще постараюсь там есть собака я с дороги собаку убираю задавила машины там посещаемость такая президента задавит столько не будет посещать я знаю там говорит посещаемость у растеряева игоря там полтора миллиона а где подсмеялись над ним и отхлунуло все назад человек мало развит и посчитали он развит и он умный парень то кто посмеялся а то его пригласили в какую-то компанию перед телевизором то и начали ему там вопросы задавать и смеяться но он видит отвечает так он сконфузился встал вышел и не стал разговаривать идет по коридору а кто его там провожал и говорит ну как да они дурят дескать это решили на мой тут насмеяться встал и пошел то есть два сидят каких-то амбала там и над ним изгаляется вы не умеете на гармошке играть не можете тронуть сердца людей но они решили покочевряжиться на фоне того как они над ним издеваются они вроде будут лучше выглядеть а еще более подлые стали он талантливый он сам пишет стихи сам играет и сам знает на каком фоне сыграть ну что курит там пьет материться откиньте пока это высушите а не на этом фоне найдут колокольни вокруг нее бегают подвизгают подлаивать колокольни то моя хоть сколько вы тут визжите бегаете а вот не такой да относятся нет патриархии вчера снова даже по телефону звонят я буду а вы видели что епископы служит но вот вы как православная или какие там но какие мы конечно православная православная еще пришла победать опа воробья то она съела а воробья то съела воробья то съела что перьях не было мою в подпол загнали и очень это нравится ты покажи это сидит мудрец у меня кота такой большой уже вырос такой флегматик его бьют когда он лапу так поднимет и сидит если долго секунды секунд двадцать уже глаза закрыл уснул у меня один мальчик был и вышка большая по лестнице полез туда до половины до лет и его так вот цепил такой ленивец есть там медведь каула или как называется и уснул я вижу мой мальчик то спит вверху на лестнице я говорю там не знаю каждый никита что ли звать кушинилась туда это брякнешься так на все надо смотреть и более так вот такие люди заходят они там буквально ну совершенно не них они хорошие слова говорят ну что они говорят обрань на вороту не висит один из вариантов таких давай я могу убрать я уберу его я его лучше не сделал дальше авторитет мы от этого не повысится он говорит а он не знает дело то а так он может быть ходит ну явно дело когда уже наглеет и неоднократно тогда я могу что-то сделать а так только это и дело она не на меня даже уходит другой раз еще он молчит почему не отвечает я понимаю что на что я вышел ох они тогда всей стаи бросятся а так полаял отошел и а чё как мертвый столбер стоит и а чё лает и неинтересно даже не на всякое слово отмещай говорит и не на всякое слово и гневость ибо за собой ты знаешь что же говорил о ком-то нехорошо кофе ракова у русских хорошая пословица наплевать да и забыть мы ставим а свое время все найдется где-то я никогда не думал что вот этот книга такая-то у меня станет более популярна сейчас я уже сам ищу и отослал туда и здесь уже нету и теперь вот батугин это михаилу заказывает арестовать такие-то книги такой-то том выставь мне обратно их нету а для кого они нужны для тех кто получает полный комплект их нету а почему они теперь я сделал расспрос и понимаю у меня над книгами поставлен человек который который покупает покупает это та часть которая здесь остается на столе и мы людям бы более брали больше именно этот том почему парня про него там написано как люди обратились пятнадцатый том открытым оком и охватился когда нету ну а уж 29 30 исчезли считаю что сарай был скрытый аккуратно закрытый обратно через окно и примерно по 150 экземпляров вытащили то и другое потому что внезапно на 30 томе ссылку один из заключения пишет и я учитаю книгу а в заключении никому не отсылал у меня подозрение такое а другая получила недавно одна ой какие книги красивые да действительно книги хорошие а чего там писать это один писатель у меня тут журналист был я свои не знал куда книги дети он попросил я взял ему все и выслал потому что он хороший и он с почки то нес на 31 то килограмм ему в тяжесть показалось и да куда же это целая поленица то другое то сейчас замолчал считает и рецензии дает кто знает где господь кого коснется я имел возможность сказал отошел я не стихи не пишу ничего только вот в mail.ru где так маленько потому что полностью занят другим ну среди обыденности и как у них есть все приглаженное за лакироваными столами то сидят то наше то она по-другому все выглядит то мы выходим тут все видать и постель утром не убрана глядя тут кошки тут воробьи а на кого-то это наоборот действует я сегодня один написал я вижу не приглаживает это не как у сектантов тут открыто все говорят а те говорят поставить ролики и без комментариев комментарии даже поставить нельзя тут видно что православное это вот на первой благовестии уже отзывы сегодня ночью поставили люди то некоторые понимают что мы вот такие как есть вот мне сколько по телефону звонят видите в чем дело сейчас любую передачу возьми вот мало таких передач вот у дмитрия смирнова он говорит как есть примеру вот а в основном ты кругом театр один люди говорят по одному за кулисами общаются по другому уже совершенно вот а чё что это же двуличий грех такой своеобразный вот я считаю чё притворец-то говоришь ты говори как ты везде говоришь зачем вот эта театра нейтрализация нужна это же не по-гожески мне с контактов или где-то модераторы выловили и выставили материал такой энтео царионов это из группы даниила ой как он на меня нападает какими словами поносит а сам из наркоманов пришел это как быстро оперяются они могут поведать отдал еще ну прямо там до того пакостный написал ну что я ему скажу он у него фамилии то своей это энтео а я дальше то неопознанный предмет а это неопознанный темный объект энтео я его расшифровал он провокатор везде приходит скрипищу он кидается драться там как этот герман стервиков не может доказать что со стола есть кидает как жириновский вот они тройка ну и я ему отвечать должен большая честь ему чтобы я отвечал а что выйдет да ничего я о нем молюсь все время он и не знает он молод может быть действительно у такая ревность нового провокации просто везде делает и поддержите не погубите его его рано или поздно наткнется на свой нож я знал так провокатор безбожник он совершенно неверующий человек ну вот но она нападает на меня прямо ужас как грызет они как-то по воздействию по скайпу зашли но и начали начали прямо это издевательские а это да не стал отвечать глазом закрыл и все они до колги он еще с ним разговаривать или тихо они еще полчаса на раме я промывали там а у меня все здесь слышно я не выключил то ли забыли а может и так но я о нем молюсь вот я что могу сказать мне просто жалко его и он везде приходит там в типографию там с ними то беседы где бы что не было скандально он там уже выскочил ну что я могу дать то ему но сказал сказал да ну только не ловто сказал то где сказал то он а не я а тут понимаете тут люди ищут славы простой славы и все а каким способом вы это не важно вот он на этом поприще просто как говорится нашел пути к славе и все дело в том что однажды они там выступили где-то в театре когда выше там прервали это выступление театральное то я давно это отзыв а вот у них у них есть на что гневать я сказал ну какой же вы имеете право у них официально что-то они там захватили не то и он пришел там со своими они прям ворвались туда и начали спектакль там какой-то ставили сорвали ну я думаю неправильно это но я и высказался как вот ну и вот оттуда они не зубили меня особенно вопрос задали они вот вы тоже нарушаете я говорю а как нарушаете за да а написано пойдешь когда и здоровье испражнения лопатка должна быть я думаю что но вы же вот ездите как без лопатки почему я сфотографируем с лопаткой я сам приезжаем первым делом делаем туалет это моя обязанность была я не считал себя за унижение они так и сели да не потому что это пакость пахнет или что-то потому что среди вас ходит господь я в это верю и поэтому ничего не должно быть того что бог запрещает потому что среди нас ходит господь вот такое дело может там и люди хорошие я не знаю но только посмотрел вот так снимка 2 и показывает мусульманка стоит хиджабе и улыбается и другая на машине развалилась на капоте там юбка сантиметром 20 дней вся эта дочь данила сысоева стоит вторая юля сысоева но и как бы сравнить еще сравнивать вот и работайте над собою на вот посмотри даже вот это благовестие сидят люди и наши но неужели не понятно что форма и потом форма чисто русская ты проверь по картинам васнецова репина поленова посмотри как эта русская форма всегда так буду посмотри на иконы а еще вы как ваххабиты тебе не нравится а к нам приехал председатель библейского сибирского общества с миссионерами своими с америки и он на наших женщинах какие у вас женщины красивые это платки красивые какие они у вас красивые ну конечно на остановке наши стоят и две бабки стоят на кривых ногах в штанах и она посмотрела на наших как красиво а мы какие уродины еще с нами сделали это зачем уже переодевались там это по 70 лет в штанишках стоят да кто это знал я сейчас телевизор не смотрю и на улице не бывают я сейчас кое-где как увижу там лет восемьдесят и она и крашена и губы накрашены в рюка в швенцах стоит а я 10 12 13 лет назад еще такого не видел такого не было еще 13 лет назад не было а я знаю когда в 2001 году в марте этот переворот был я четко заметил и сразу об этом сказал вот так у меня это в книгах отображены и почему это а то традиции русский человек в традициях народа русского то вот папы займитесь этим верните их в юбки то а нет теперь оправдывает но это штаны это ничего не значит они все оправдывают они когда наших видят людей они еще думают когда мы в новом храме это бываем они подходят а из какого это монастыря вы приехали из какого монастыря мы не из монастыря пришли это люди нормально живут и главное оправдывают везде варят женские брюки а где вы видели женские брюки когда и все ходят в обтягивающих штанах почему не мужские мужские юбки почему не продают сразу шотландия что вы с ними говорите я говорю для чего семинария кончик академии чтобы оправдать любой беззакония я это вывел у меня на все есть афоризма на работе но самый грозный афоризм это монашество они меня не просят не все веки не в будущем я вот сейчас себе представляю если я вот был священником и мне вот сказали что ты если по твоей вине хоть одна душа погибнет что ты вовек не выберешься и все я бы в шкаф спрятался в жизни бы оттуда не вылез это слова златоуста тебе как всей жизни не хватит чтобы рассчитаться за нее за которой умер христос о священники они как будто этого не слышат и вот один заходит и а этот то это кто он такой он невежно на меня там и на кого нападает это прекрасный замечательный священник пётр михалёв я его знаю поддержка от отца петру ну я еще могу сказать только благослови их обоих господи что его кто-то защищает а мы ему сказали хорошие слова и глядишь он тоже задумается он немного так лукавит я думаю все он прекрасно понимает о чем речь то идет потому что вид у него такой благоразумный ну хорошо посмотрели вот в общины наши и ваши ну разница есть или нет андрей такураев как это мог заметить какой порядок какая щинность и ну это и так понятно василий великий об этом сказал наведи порядок а тогда продолжай богослужение в порядок дороже богослужения если порядка то никакого нет василий василий великий ведет богослужения самый такой шумный праздник это богоявление когда за водой приходят и в это время валент пришел император к нему и когда посмотрел и говорит я такого порядка и у себя ни у кого не видел он заметил в первую очередь порядок порядок стройность как царица сабская что заметил у соломана стройность служение каждый на своем месте почему нам нравится марширует когда на площади там на красной или китайские там девушки там военно это как будто бы одна перчатка у них мелькает перед ними идут это наш порядок наш дресс-код а другие еще ничего не знают и когда давай платочек там это как у Нины это Нина была Александровна Жовнирова в одном месте была так они давай там платочек у нее вымерять замерять срисовывать и это централизует человека делает более собранным внимательным это всегда так было вот говорят такие такие мусульмане ну посмотрите какие они красивые вчера я смотрел моды они говорят выходят а подобрали такие массово принимают мусульманство русские и дальше принимают сразу хиджабы свои и вот они выходят все эти платья такие а другие да какие это мусульманки это современные она должна быть как мешок а это одета длинная до полу до пополу а фигура вся вырисовывается это это разврат нам несут сюда эти русские даже даже облегающие но она не совсем облегающая она и так видно что она красавица где ж таких они набрали то выходят вторая десятая пятидесятая сейчас больше часа это на подиуме выходят они разворачиваются и люди сидят и мусульманки в зале сидят и и мужчина и пожилые ну что обтягивающие тоже против этого конечно женская одежда она должна полностью скрывать прятать все силуя да но там и нет такого это уже привязывается к ним у нее платье и под платьем накидка накидка такая которая длинная она накидку так когда раскидывает и там видно что платье у нее до самого этого еще привязывается у нас как-то парни наши ребята были молодые это ну и студентки тут стали приходить я в университете где вел занятие и в лес пришли и один из них такой наш парень то суровый а еще она так оделась у ней свитер там все прямо облегает я еще еще говоришь она еще чужой товар принесла свой и он как раз на ней женился ну а насчет сделала не так то платье у нее хорошее но сверху надеть и свитер у нее есть груди а ты-то еще покажешь успокойся вот понимаешь ну надо же меру какую-то знать она какая красота ты ты посмотри на нее статуя ее в пару только со статуей давыда ставить просто в чем дело я вот за многими тоже смотрю женщинами что некоторые да они понимают что нужно носить платье юбку и они шьют опять же юбки шьют такие обтягивающие то есть шило на мыло меняют но на тех приходили юбки хорошие я помню что он привязался к свитеру что он обтягивает ну свитер он и должен обтягивать а что он обтягивает эти плечи тебя не смутили еще пониже женись он и женился на ней рожая ребятишек и радуйся а ты ее ей бог это дал она красиво выглядит ну просто надо знать меру то не перескакивать куда не надо конечно во всем мир нужно а то чё ж можно и в латы нарядить жену да почему к антонию это когда пришли братья этой они как мы спорили что самое важное для человека один говорит молитва а тот говорит нет без поста и молитва твоя дальше потолка не пойдет а тот на что толку постишься ты милости не подавай то ну и пришли к нему и говорят а он ответил самое важное качество это благоразумие рассудительность если дурака не научи молиться готов лоб разобьет ой вот он пришел ко мне какой в эфир него не войдет открой глаза то маленько то лапы то как у медведя вон какой смотри вот у меня слой такой лежит да я видел держал на руках рассудительность поститься тоже можно замолить себя и будешь держаться все время за стенку рассудительность вот антони это увидел потому что он это все прошел и в рассудительности тоже меру надо знать в рассудительность вопрос вот сейчас многие соблазняются опять же приходят гости там или в гости кому-то идут в пост вот предлагают им еду там бы и отказываться или не отказываться люди на этом соблазняются я сейчас одно место хотел вам писание показать как вот апостол павел петр говорит так второе послание петра 1 глава 5 стих я сейчас вот она выведу его сюда ты можешь показать вот даже четвертого даже от 3 стиха как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью которыми дарованы нам великие драгоценные обетования дабы вы через них соделались причастниками божеского естества удалившись от господствующего в мире растление похотью двоеточие удалились не участвуем не курим не пьем то вы прилагая к сему все старания покажите вере вашей добродетель а в добродетель это рассудительность то есть кому помогать то дальше а в рассудительности воздержание иначе ты рассуждаешься и не помогать никому воздержание терпение начнешь рассуждать начнешь рассуждать потерпи в терпении благочестия терпение было благочестие братолюбия в братолюбии любовь вот как петр рыбак мог все это совместить и сказать почему ему это дано было надо увидеть где рассудительность какая мера всему сказано сказано не петром а духом божьим то то и оно вот возьми дух святой придет и напомнит вам обо всем о чем мы говорили год назад и не знаешь даже где ладно я веду дневник а тут проходит 35 лет и я пишет евангелие от иоанна и под двоеточием что сказал где как сказал через 35 лет так 7 и 5 35 5 раз мозг все обновилось 7 лет до 7 лет весь организм обновляется но я ссылаюсь на научные данные а где это сохранялось в душе и дух святой на душу положил и он все это записал что пилат говорил что делал мах что петр говорил что об иуде было сказано через 35 лет через 35 дней не припомню еще говорил и где был в городе один бывает что-то засуетишься и забуду дневник записать то сижу из володи еще мы делали то позавчера позавчера не вспомнишь с какие встречи были еще писали еще ставили не записать на если господь наказывает он разума лишает человека вот это что обозначает но еще это означает это наказание означает разума это не только память это означает он рассудить не может а слова разум-то рассуждения нету и вот и все год под старость отец твой теряет разум и тогда не пренебреги его это старческая силы нету силы в разуме нету это начаток силы моей вначале я когда читал непонятно как так якоб начаток силы но молодой то какой он женой то сколько а это уже в конце затухали все эти адреналины то и он родился однако как ян затаус говорит когда родился-то исаак то росток произрос горит из сухого рва не догадаешься о чем говорит а почему старый горит обыкновенно женская прекратилась вот и догадывается меня спрашивает когда пошел или азар сват это и он клялся обрама горит положи руку под стегно и поклянись мне знающие такое я знаю ну вот а люди не знают меня сектанты все спрашивают руку вот куда горит на поясницу под мошонку поклянись потомством ну и конечно знать надо это тоже не культура о чем вышел исаак в поле поразмышлять поразмышлять о чем о боге это слово переводится однако и помолиться я когда она его увидела кто такой-то господин и она быстро говорит что скачила и отпустила покрывала щедра была я говорю о ревекке потом володя вот да дай мне верхний листик справа михаил батугин это два они вместе дал мне вот который из министерства культуры прислали наверное это не не видать плохо да так вот эти это теперь-то священники так самое интересное теперь оказывается что министерство культуры обоих книгах это они отослали там где не принимали в те библиотеки то и кроме того поставили там на эперхальное управление или куда эти-то теперь ничего никуда ну явно дело запоролись и дальше некуда книги центральных библиотеках проверенные а им решать попам они за мной гоняются тут понятно о чем потому что никто то не говорит какое положение церкви не баптисты не адвентисты не гависты это единственный голос который сегодня говорит открыто прямо их ненависть ко мне объяснимо это как один сергий выступал это за меня сказал говорит если бы игнатий не трогал их да это андрей кураев говорит и отношение к нему совершенно объяснимое не обличал бы не говорил ничего этого не было если бы искал славу от них обвинение и все вместе и едем туда и помогаем и вообще ничего нету но но господь нас на этом удерживает чтобы мы не соединились полностью с ними и не попали под их ногу они сразу нас разрушат все разрушат и правильно этот раз владыка сергий приезжал и говорил где-то говорили что решили что пусть у вас будет все как есть а кирилл как раз патриарх и говорил многообразие и проявляется особо милость божия мы просто делом должны показать что мы дети божии мы всех счастливее на всей земле вот интересно вчера мне сейчас подожди маленький а то прочитаю тебе раз уж разговор на то зашел о так она у меня закрылась ну ладно я это где нам не вот она куда перекидывай вот вчера пишет мне один человек вот это у меня где вот она где а об этом ролике посмотрели первое которое вот поездки до вот михаил батугин пишет мир вам это тихо письмо мое министерство культуры переправила еще патриархию откуда пришло в ступинское благочиния вчера после вечерняя служба храме в лужниках разговаривал с настоятелем вернее он со мною какая точность сказал что за один вечер просмотрел все ваши ролики ты первый раз встречаешь какого скоростной батюшка то скорострел все ваши ролики что вы иконоборец я иконоборец второе насмехайтесь над монашеством не признаете постановление соборов не постановление вот сколько монашца не признаю постановление и лев лебедев все четко написал а кто такой лев лебедев а как это у них был самый лютый враг он перешел зарубежную церковь и он он сказал разобрал ну и покажи что он разобрал и мой ответ а мой ответ у меня к истинного православия я ему успел сказать батюшка вы говорите неправду и зачем-то бы добавил давайте вынесем библию непонятно то есть по существу возразить он мне не дал перебивал еще настоятель сказал что вы хорошо пробуждаете совесть человеке и спросил не можете ли вы прислать евангелие для бесплатной раздачи ой-ой-ой тут же против его вызывали в благочине видимо там накрутили в кавычках у меня есть его электропочта прошу совета как мне себя вести не вести настроение такое что ходить туда больше не хочется я пишу ему ответ я же заранее про то и говорил вам не ходите никуда они враги веры евангельской не совсем понял кто пробуждает совесть и у кого они просят евангелия если батюшка будет слушать по два полных часа наши видеоролики то наших видеороликов на нашем канале хватит как раз на три с половиной года и за дня в день слушать и без выходных так что он просто физически не мог даже название просмотреть нашего сокровища это когда меня судили ну и там говорят которые были эксперты назначены но мы все просмотрели я я потребовал чтобы экспертиза моих пленок пропаде ярла николаевича пести была проведена как положено они его не слушали но они взяли и на следующий день день они дали выходной а потом они пришли два кандидата наук вот и говорят ну все прослушали я говорю скажите сколько часов было слушать они не знают я говорю сто тридцать шесть вам дали 24 часа скажите если книгу пролистать читая по диагонали то можно но как можно прослушать сто тридцать шесть слов за двадцать четыре часа тем более вы же спали наверное а может даже обедали может туалет ходили я их там по частям то разнес но я садил что ничего этого не было не было этого и не мне пишет смотри слава иисусу христу все благословенное молитвы святых в действии чудное собрание или служение то ли православный баптизм то ли баптистское православие главное что дух святой пребывал среди этого собрания народу ох и кинули камешек потеряевско-барнаульская чтобы только никого не убили после этого как случилось александр арменем это же бомба в ортодоксальное православие подобное собрание людей то бог в кавычках это сказать в скобках а собравшиеся люди были счастливы от этой встречи а сам батюшка священник видимо что остался в глубоченном раздумиях благослови его господи во имя святой иисуса христа сегодня пишут мир вам марьясов благовестие понравилось брат игорь просто пламенел любовью ко христу и слову божьему я всеми своими фибрами чувствовал его искренность и желание достучаться до сердец слушающих одно печально что народу немного пришло слава христу руслан покровский посмотрел ролик благовестники игорю надо вещать слово божие на телеканале союз и в кафедральных храмах жаль одни старые бабки были мужиков нету глазах священника веры не увидел мертвый поп какой-то вертлявый чего-то боится игорю здравия а вот с этим русланом то мы раньше беседовали и таких близких отношений было и смотри какие-то складные отношения то пошли он пишет удивительное дело у игоря любовь к богу а у нины скобка хочется не знаю но александровна любовь божия внутри есть можно сказать что благовестие имела полный успех некоторые женщины даже прослезились слава богу дмитрий какой-то пишет и игорь певец знатный дай ему господи здоровья душевного телесного арман алиев пишет мир вам сразу видно открытость и честность это что у сектантов даже на ю тубе запрещены комментарии к видео успехов вам вот что я хотел посчитать это на один ролик какие отзывы найдут кому надо есть стихотворение такое федора фабулевский он очень малоизвестно работой без устали ночью и днем работа руками работаю умом а тому что будет так будет пускай так нужно работать мы дружно давать работать руками работать умом работать без устали ночью и днем мне понравилось это вот и весь сказ вот сказал лев лебедев ну и сказал что из этого то вы же его ненавидели он ушел в зарубежную церковь вот он у него был свой недостаток я сказал вы говорю так отвечаете потому что вы не любите ни бога ни людей он мне мгновенно лев лебедев ответил да тут вы правильно сказали он за что на меня нападал за то что я сказал не мстите врагам о войне он не о жизни моей говорил то я ему о жизни его сказал выходит на кафедру и едва держится чтобы не упасть его все в этом замещали внезапно помер но еще он сказал сказал он на тот свет ушел уже да я живу прости его господи не имени и они везде вот собирают рядом сто десять свидетельств а она самый положительный ни одного не берут а кто олег маленко ну посмотрите кто он такой то это еретик из еретиков он образовал свою там какую-то компанию церковь и она богослова что он придет и она богослов ну то есть такое галиматью олег маленко и они его везде вытаскивают но он же враг ваш ты послушай что он бросит юраса там о нем говорит и проще который знает его знает его когда он засел там этот олег маленко в этих пещерах киевских взял с собой два мешка и ночью там ножовкой по металлу пилил руки ноги два мешка набил этих мощей готовились что будет гонение где-то то но там этих святых то не прикрыл но они вы раскрыли его там арестовали ну еще он два мешка напилил теперь руки-то на место на лица и в пещерах или где там эти были а я как раз в это время был в киеве я откуда знаю из первоисточника то у меня фотографии его были то это он на меня ночью алекто маленко он бы не вышел одна говорит батюшка вот такого я нашла созвучно вашему говорит и как а он сразу нет он свою ладью не привязал к святоотеческому толкованию он заблуждается он о монашесе неправильно понимает о мощах и они его теперь берут везде за оригинал где на меня надо напасть сами то они не знают современные патриаршие попы они олега маленко и а царь во все а что положительно им это не надо почему они такие же иначе бы твой голос среди воя волков не был такой балков ты туда изобрел и при том не одни в германии служит точно так же его подцепил ты глянь кто олег маленко это ваш лютый враг вы его анафеме предаете а почему его теперь показывать потому что он против злаял то и вы его теперь озвучиваете на разных скоростях его лай на меня это не влияет никак я ему ответил олегу этому у меня в книгах как раз есть что он обо мне говорит а то помещено все никакого я говорю пришествия иоанна богослова не будет у него на иоанне богословие все построено как у других на иоанне кронштадтском там на серафиме он отдельно выделил он патриархию вообще ни за что не считает вся она пропащая кгбовская и никакой благодати нету а ему какой-то сам там дали зарубежно а потом сняли а он это уже снятие которую не признает но так себя человек поставил уехал в америку хороший модератор они ему раскрутку дают а мне некуда этим заниматься выезжать и куда не поеду вот так вот я сейчас тут монахов некоторые все как вы говорите а мне понятен их ну в общем расположение духа их потому что я вот сейчас я телевизор давно уже не смотрел а вот вижу передачи которые показывают телевизор как люди там одеваются и какой-то я вот мне сейчас страшного да в мир выходить не вот примеру какой-то вот понимаете я привык такому обособленности вот и мне туда как-то я бы лучше куда-нибудь в лес бы ушел бы в землянку и жил бы там вот и мне вот сейчас дух монашество он понятен вот более так дух монашек с позиции что не было евангелия дано и христос ничему не учил христос был монахом помолчал три с половиной года его распяли и все даже на кресте не сказал совершилось он же монах он даже там бы ничего не сказал не вложи меч твоим ножа вот тогда монашество имело бы как хотя бы какое-то оправдание но христос сказал евангелие это вопреки евангелия все от начала до конца идите по всему миру или спрячьтесь от мира я не говорю чтобы взял из мира но что-то сохранил от зла это анти евангельская монашество круто анти евангельская она уже только для того чтобы миссионер с этой стороны посмотреть да об этом много вы говорите но другой стороны понимаете люди это все разные и у некоторых людей возникает трепет когда они находятся в миру им их смущает это понимаете у них большое желание уйти от мира вот как как тут с собой побороться-то никак никак это враги евангелия вот христос сказал у детей но у него желание такое спрятаться от мира чтобы достичь какой-то святости мнимой и к нему чтобы наоборот реку повернуть но еще могу сказать враг евангелия и все анти евангельская подвязайтесь единодушно за веру евангельскую самая страшная книга для монахов это библия евангелие и они все время вот такой цепкой мертвой лапой говорится держали и не давали переводить когда царь александр первом начале 30 лет этой реакции было даже пиларет еще не мог сделать митрополит первый в то время среди митрополитов 30 лет не император никто не мог еще сделать монашество в том виде какое оно есть принесло зло во сто крат больше чем вместе взятые мусульмане масоны коммунисты и фашисты вот мое изречение они сделали все наоборот вылавливали самых крепких сильных и загробили не давая потомство уходили в песок мусульманство на их совести и все остальное на их совести самое лучшее они высасывали соки из народа и ни одного миссионера не могли подготовить никого нигде нету даже кирилл и мефодий это выше так и император михаил вытащил их и они вернулись и опять нырнули туда монастырь а вот понравилось когда кирилл сахаров сказал что он говорит ну вот были у нас тут какие-то я не знаю рабочие приходили вот гастарбайтеры там я не знаю мы попытались им проповедовать в общем мусульмане были что не ложится им совершенно наша идеология совершенно не ложится им на сердце то есть там совершенно другая культура нельзя мусульманину говорить о христианстве потому что миропонимание разное так 600 столетий не было мусульманства мухаммад умер 600 6 столетий назад они бандитами все были они грабили людей кому там христианство преподавать да то то и оно то весь мир был такой а почему коринфянам было это единственный город на весь мир был такой два моря сходятся на одном и только блудницы которые обслуживали храм один тысячи блудниц было и однако там павел оставал церковь а павел где шел а куда пошел каким фома господь разве не знал и сказал идти по всему миру не сказал вот эти тут разбойники их обходите а когда мы считаем лариона другие которых в плен брали разбойники он молился в это время но они что-то кинулись на добычу а он видел как змея приползла попила и обратно сблевала они вернулись распарены все выпили все умерли он богатство забрал ушел у бога все вымерено не сказано кому не говорить если они не слышали написано после первого второго разумления еретика отвращайтесь они никуда не пошли а кирилл и мефодий пошли какие русские были кирилл патриарх кирилл говорит кто такие были славяне это не люди второго сорта это дикари были а к людоедам как пошли христопоры другие обратились это не ответ они не пошли до 6 столетий 6 столетий никуда не шли заморозили вот и все монахам рта раскрыть нельзя им только плакать и молиться надо и выходить из монастыря и теперь да теперь времена такие что там делать нечего в монастырях в этих игнатий богоносец этот бричининов говорил когда объехал он с инспекторской поездкой это 1275 монастырей и он говорит в россии два или четыре монастыря где теплится духовная жизнь а остальное актеры актер как ничего не сделает но почему от игнатия бричинина то это не сделают лозунгом их тогда не было тогда дальше феофан затворник 1861 год поколение много два и православие в россии исчезнет значит мы совершенно православие не знаем такое какое должно было быть они его не знаю даже не нюхали когда православие показываешь а это какой-то не наш это как баптист еще со своей библии носитесь куда-то идут это эгомисты из дома в дом идут припекло пошли одни бабки остались все растащили 20 лет перестройка уже назад прошла с лишним и еще не сделали забили стоят все православие да и если так сказать обоюдно можно сказать христианство христианство начинается с рождения свыше может ли человек родиться свыше если он не слышал об этом вот об этом наши там и сказали они не знают постепенно будут доходить рождение свыше это три этапа первое признание себя грешником абсолютно навсегда погибшим никакие исповеди никакое причастие тебе не поможет только хуже будет ты погиб возьми для грех смерть вот это надо вдолбить без этого дальше второе за наши грехи пришел христос это принять уверовать и христа впустить свою жизнь и завершающий от воды и духа принять крещение руками священника троникратное полное погружение и теперь во христе новая тварь вот рождение вопрос наверное недопоняли немного я вот спрашиваю может ли человек родиться свыше и не узнать об этом не может потому что вера первый этап вера вера от слышания от слышания от слова божия без без библии можно быть добрым может быть от от природы от родителей а уверовать во христа только через голос или чтение которое ты считаешь как варвара великомученица и как екатерина вера от слышания от слышания нет басни нет пересказа от слова божия прямо прямо от святой библии и заметь наши где ребята то ездили с сидорки на это это и говорил игорь прямо об этом четко и ясно рождение свыше святая библия два слова хотя бы ему долбить а просто так библия лежит стоит она где папы не знает это рожденный свыше совершенно другой разум имеет другое отношение другое рассмотрение и он к монашеству и к крещению и правилам и церкви к сектантам к войне к майдану у него все другое все откуда знаешь не будет уже чтобы учили но дух святой вас научит тому а основной вы на дне пришла такая мысль в голову знаете вот понятие такое то есть есть вера православная а с ней параллельно идет вера называется бог в душе то есть православие вот она так и называется бог в душе вот у меня эти книги открытым оком 30 томов и в первом томе первый вопрос именно такой был университете вера в душе это открытое отречение от бога я прямо у меня свои наработки есть на почему ты не говоришь я знаю пища на нужно есть но ты в душе и ешь не трогай со стола не пройдет у тебя есть жена а ты не подходи к ней ты в душе и люби и все и заведутся дети нет не заведутся пища которую не съел не будет давать силы не будет но и так все к остальному везде в душе это означает ничего там нету он думает в душе а он и душу то не признает иначе бы она не заботился это пустое совершенно не нужно двера должна быть открыта город на вершине горы вот это я разговариваю с этим скалинином то и мне пришлось после многих нападок еще раз вчера сел и давай прослушивать я прослушал нормально беседа ничего нету они везде вот вы сказали я там там я это еще такое то есть у них ничего этого нет и на этом фоне они впервые увидели полную нищету и ничтожество свое я вот я посмотрю я я в тюрьме я ком буду говорить и как господь давал что люди каялись свидетель я то никакого образования не имеют а я тебе не могу сказать у тебя есть образование семинария академия пётр михалёв и которые слушают отзывы дают они понимают ничего этого не было он там не был ни одна душа не обратилась а он о себе говорит о ком же буду говорить оно слово живое действие я должен показать что слово это работает я не знал я не слышал но я уверовал я родился свыше получил крещение духом святым он облег меня силу и послал я так победно прошел по тюрьмам по лагерю ни один священник так не шел что открывается дверь охранники слушают рор режимный оперативный работник приходит костюм вешает в камере садится и вопросы задается слушает не допрашивает неслыханное вообще никто не я разговаривал с гребом якуниным там кто сидели даже не слыхали такого а возможно ли это со мной возможно почему а вы хвалитесь так есть чем хвалиться моим господом это мой господь так делает я положу врагов под ноги твои и псы будут лизать кровь на меня напал на нас там немец один и у него нож большой он как ударит в раму то до второй рамы то не достанет там одну а мы только молились ночью то я утром вышел с собаками я бы мог его на клочки разнести два волкодава у меня и не раньше не позже пришел на день красной армии это тоже выпил и давай болтать немца то жалко гитлер не победил значит на вас пахали бы на русских пахали а мой отец безрухий инвалид войны пошел награду получать отец узнал пахали да кому этот пух то сломали им он неграмотный пух то сломали гитлер а теперь утром я вышел мои собаки то бегают и кровь лежит он крови то шел пятнал так он собрал сколько людей немцев тут напали на наш дом ну а мы только молились а на утро то что днем-то милиции приехала он сидит руки забинтованы все это порезал от стекло то я до шести лет у него четверо ребятишек я могу назвать эрлих эвальд александрович поселок потеряевка мамонтского района вы посмотрели на его слезы какие милиция мой дом в наш дом пришли у отца ну я что я просил или и все на этом закончил так его дети мне счастье оказывает по сегодняшний день а он у меня книги покупает я на практике знаю что такое простить врага который тебя приходил убить вот как они этого не знаете о ком я буду рассказывать то я на деле показываю бог жив он меня избрал я рассказываю чтобы вы подражали этому а у них ничего нет и они конечно скрипят и злобятся лопаются дымятся это ваше дело говорят да болит зуб у меня я не могу это терпеть да где он бог а ты скажи я вот лежу весь перерезанный двенадцать лет и славлю бога замолчать остальным и весь сказ в любой обстановке бога можно славить апостол павел говорит так когда стал видение рассказывать тогда уже будет не знаю знаю такой человек но в теле или не в теле восхищен был это тайная таинственная сама там не знаю не знаю но было остальное больше всех я потрудился больше всех в нужных больше всех стечения народа и все пока почему вы не считаете что он хвалился хвалился господом это чудо он сотворил с ним ну чё прощаемся да ну все с богом с богом спаси христос